Соединенные Штаты и их союзники ввели очередной пакет санкций против Ирана. На сегодняшний день история отношений этих двух государств имеет большую подоплеку. Так, первый пакет санкций был введен еще в 1979 году, когда произошла исламская революция. И с тех пор экономические ограничения накладываются на страну с геометрической прогрессией. Америка полностью запретила скупку иранской нефти, а также заморозила все вклады, связанные с Ираном. Нынешнее политическое положение Израиля и Палестины, боевые действия на территории сектора газа дали толчок в сторону новых санкций по отношению к государству на востоке Азии. В Иране была установлена та модель, которая не соответствовала развитию светского государства. Соединенные Штаты решили, что они, соответственно, могут свергать эту модель. И одним из инструментов использовали санкции. Поскольку во время революционных действий революционно настроенные студенты захватили американских заложников, то, соответственно, санкции трактовались как меры, направленные на то, чтобы снять эту напряженность. Вступление Ирана в переговоры по своей ядерной программе, которая позволила бы использовать атомные разработки на Западе, дало повод на потепление отношений, но по итогу ситуация только накалялась. К 2013 году правительство США запретили американским банкам и финансовым институтам производить операции, которые могли бы включать в себя иранскую валюту. Реалы. Это означало, что данный вид денег был абсолютно исключен из финансовой системы. Именно неясное поведение внешней политики по отношению к иранскому государству до сих пор делает его страной с Гоем. Если экстраполировать это на сегодняшнюю ситуацию, то многие ждут, что вот в том конфликте, который сегодня развертывается на территории пока Израиля, Иран тоже может собрать не последнюю роль. Известно, что с территории Ирана обстреливалась территория Израиля. Говорят о том, что это действует Хазбалла. Но здесь какого-либо второго фронта, тем более серьезных вещей, связанных с объявлением войны и так далее, до сих пор мы не видим. Министерство иностранных дел России констатирует, что США не просто вышли из ядерной сделки с Ираном, а активно мешают работать по ее исполнению другим странам. Что касается российской позиции по отношению к Ирану, то тут все более или менее ясно. Так, в 2022 году власти Российской Федерации инвестировали более 20 миллиардов долларов США для расширения транспортного коридора и торговых маршрутов. Помимо всего, в 2023 году было принято соглашение о строительстве железной дороги Решт-Астара. Это позволит соединить железнодорожные линии России, Ирана и Азербайджана. Все эти факты могут говорить о том, что в текущей геополитической ситуации Иран является дружественным государством для нашей страны. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова